Аренда муниципального имущества, установка рекламных конструкций и охрана зеленых насаждений. Эти и другие вопросы обсуждали на очередном заседании Совета депутатов. Одной из основных тем для голосования стала корректировка бюджета городского округа. Сегодня было принято решение и переданы полномочия финансовому управлению администрации городского округа Химки, в соответствии с которыми они имеют право распределять и отзывать те бюджетные лимиты, которые были доведены и которые не носят в себе именно социальную направленность. Бюджет городского округа остался социальным. Это значит, что в первую очередь средства идут на выплаты ветеранам, многодетным семьям, малоимущим и другим жителям, нуждающимся в поддержке. Несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, все выплаты будут реализованы в полном размере. Еще один важный вопрос на повестке дня – контроль оплаты проезда в общественном транспорте. Очень часто у нас возникает от населения такие замечания и мнения о том, что при проезде в общественном транспорте водитель маршрутного такси или автобуса говорит, что у меня не работает терминал, поэтому платите, пожалуйста, наличными. Есть степень риска о том, что эти деньги могут использоваться, скажем так, грубо не по назначению, а именно просто присваиваться водителям. Теперь все безналичные платежи в общественном транспорте начнут учитывать. В случае снижения количества транзакций будет организована проверка добросовестности водителя. Напоминаем, что если терминал для безналичной оплаты не работает, пассажир может ехать бесплатно. Высадить его не имеют права. Продолжение следует... Продолжение следует...